Здравствуйте! Этот год в истории космонавтики особый. Полвека назад, летом 1963-го, один за другим на орбиту стартовали корабли «Восток-5» и «Восток-6». Первым управлял Валерий Быковский, вторым – Валентина Терешкова с позывным «Чайка». Это была первая женщина-космонавт планеты Земля. Недавно в МГУ имени Ломоносова открыли в России год легендарной «Чайки». Я волнуюсь сегодня еще и потому, что в далеком 1963-м году первый отчет о космическом полете, о программе космического полета мы первые космонавты держали здесь, на этой сцене. Поверьте, мы тоже волновались. Понимали, что храм науки требует от нас более точных выражений и, конечно, отчета о проделанной работе. Три астронома-любителя из России стали лауреатами Международной премии Вильсона. Эта престижная награда присуждается за открытие новых комет. Как правило, первооткрыватели космических странниц – крупные обсерватории с мощными телескопами. Но порой везет и любителям, имена которых сразу попадают в звездную энциклопедию. Это сообщение буквально взорвало научные интернет-сайты. Астрономы-любители Артем Новичонок и Виталий Невский открыли новую комету. В ноябре этого года она прилетит рядом с Солнцем, и ее свечение будет видно даже днем. Такие события в астрономии – большая редкость. Можно считать, нашим современникам крупно повезло. Солнце нагреет ее до максимальной температуры, и вот эта ледяная глыба, кометное ядро, начнет активно испаряться и окутает себя огромным облаком газов, и газовый хвост от Солнца в сторону отбросит. И тогда на земном небе она будет совершенно замечательное зрелище представлять. Это будет, наверное, ярчайшая комета 21 века. Столица Карелии – Петрозаводске. Артем Новичонок – обычный аспирант-биолог Госуниверситета. Однако теперь его имя вписано в историю. Впрочем, у Новичонка отношение к этому философское. Поиск комет – азартная игра, а открытие – джекпот. Самое главное здесь – это азарт. Ты входишь, входишь, сначала начинаешь искать, а потом зажигаешься этим и ищешь дальше, ищешь дальше. То есть это такое, похоже на некую азартную игру. То есть получится или не получится, неизвестно, какой будет результат. Но ты много работаешь, идешь к результату. На улице минус 20, ветер. Но для настоящего любителя звездного неба это не проблема. И хотя все большие открытия сегодня чаще происходят в теплом кабинете у монитора, астрономов по-прежнему тянет на волю. Мне, например, интересно не только сидеть за компьютером, но и посмотреть что-то вживую, потому что ты видишь живую картинку, это совсем другое. Это не цифровое изображение, это ты видишь далекие астероиды, или вот кометы, или вот галактика, до которой это миллион световых лет. Свою уже ставшую знаменитой комету Артем открыл в обсерватории на Северном Кавказе. Вместе с таким же фанатом из Беларуси Виталием Невским. Несколько снимков звездного неба в созвездии Близнецов и невероятная удача. Так сложилось, что однажды после пасмурной ночи было ясное утро, и мы сняли эту площадку, одну единственную случайную в созвездии Близнецов. И вот там нашелся этот объект, который выглядел как астероид. Было понятно, что он новый, но он двигался необычно. То есть он двигался не так, как бы двигался обычный астероид. Поэтому мы сразу обратили на него внимание. Там так сложилось благоприятно, что у меня как раз в это время была договоренность с крупным телескопом, который расположен в Узбекистане. И я их попросил, чтобы они сняли этот объект на подтверждение. По статистике в год открывается больше полусотни комет, а космос — настоящий кладезь неоткрытых объектов. И все же любителям-астрономам искать хвостатых странниц все сложнее. Соревноваться с мировыми обсерваториями одиночкам уже не под силу. Приходится идти на ухищрения. На звездном небе, как и в воде, есть свои рыбные места. В основном все наблюдают вблизи плоскости эклиптики на небе. То есть это плоскость, в которой вращаются все планеты. В основном, если даже объект имеет большое наклонение к этой плоскости, все равно она когда-нибудь эта плоскость будет пересекать. Поэтому там вероятность больше найти. Но поскольку там очень высокая конкуренция, то приходится уходить подальше к плюсам. Кометы — уникальные объекты космоса. Они появились 4,5 миллиарда лет назад из газополевого облака, из которого когда-то родились и Солнце, и планеты. Отброшенные на периферию системы, где самые низкие температуры в кометах не происходило, химических реакций. Фактически они — носители первородного вещества. Для ученых заглянуть в недра комет означает разгадать тайну появления самого мироздания. Например, водород состоит из двух типов частиц. Это легкий водород и тяжелый водород — дейтерий. Так вот, в зависимости от того, в каком соотношении они будут обнаружены, мы узнаем, как рождалась наша Вселенная 13 с лишним миллиардов лет назад. Попытки проникнуть в тайный комет ученые предпринимали неоднократно. В 1986 году советские аппараты Вега-1 и 2 приблизились к легендарной комете Галлея, которая прилетает возле Земли раз в 75 лет. Эта часть подлетала к комете Галлея, как раз эта часть, да. Вот эти видны две антенны, которые для связи с Землей были. Вот эта антенна параболическая, с помощью которой информация передавалась на Землю, когда она ориентировалась на Землю. Сближение было очень короткое. Дело в том, что наши аппараты, ну, европейские, японские аппараты и комета Галлея двигались навстречу друг другу. Так случилось, так сказать. И поэтому относительная скорость была порядка 70 или 80 километров в секунду. Поэтому сближение продолжалось очень недолго. И весь сеанс сближения длился 15 минут примерно. Тогда впервые удалось сфотографировать ядро легендарной кометы Галлея и даже измерить его. Оказалось, космическая странница длиною 15 километров. Внешне напоминает головешку, с поверхности которой испаряется до 40 тонн льда в секунду. Сегодня в научном мире с кометами связано немало разнообразных версий. Например, из-за огромного количества льда кометы считаются главными поставщиками воды на Луну и Меркурий. Более того, ученые все чаще полагают, что и нашу планету именно они наполнили океанами, а, возможно, и жизнью первыми микроорганизмами. Есть предположение, что вирус гриппа тоже от комет. Проверка гипотез еще впереди. Сто лет назад русский фантаст Борис Красногорский в своем романе описал космические яхты, которые ловят в паруса солнечный ветер. Через 80 лет фантастика стала реальностью. В феврале 1993-го был проведен уникальный эксперимент «Знамя». Российские ученые развернули в космосе 20-метровое зеркальное полотнище. Сегодня идея межпланетных путешествий на фотонах света становится все более актуальной. Однако лететь получится только в одну сторону, куда дует солнечный ветер. Над вариантами возвращения на Землю ученые пока не думали. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!